Привет всем! И вы снова смотрите лучшую молодежную программу «Мы вместе». Сегодня наша программа посвящена настоящим сибирским мужикам. И мы ее ведущие Диман и Вован. Смотрите сегодня. Тушат или жарят. Чем занимаются пожарные? Страх – это заразно. Не бойся, смотри наш сюжет. Самые дружные люди в Берске. Бокс делает людей добрее. 23 февраля – День защитников Отечества. Настоящий мужской праздник. А каким должен быть настоящий мужчина? Он должен быть смелым, сильным. Он должен уметь быстро одеваться. Уметь кормить рыбок. И спасать людей. Ну ты жаж. Да нет, не жгу. Просто наша съемочная группа целый день была в пожарной части. И теперь я знаю, каким должен быть настоящий мужчина. Нет, совсем не славы ради. В бой с огнем они идут. И не с мыслью о награде. Вновь они рискуют тут. Их обычная работа – мчать с сиреной и опять. От огня спасать кого-то. Хоть в толпе их не узнать. Профессия пожарного нелегка и опасна. Именно эти люди защищают нас с вами от одной из самых страшных стихий – огня. И не случайно их называют огнеборцами. Друглосуточно пожарные расчеты находятся в боевой готовности, чтобы по первому тревожному сигналу оперативно выехать на спасение людей из зданий. Они каждый день на защите человеческих жизней. В городе Бердске отряд Федеральной противопожарной службы представлен двумя пожарными частями – 32-й и 11-й. Сегодня мы отправляемся в одну из них. Ежедневно на дежурство выходит 10 человек, из которых 8 в боевом расчете. Утро огнеборцев начинается со смены караула – так называемый развод. Здесь обсуждаются итоги дежурства и день сегодняшний. Обращаю внимание, личный состав, на проведение профподготовки. Далее дневальство по помещениям. Дневальный по гаражу обязательно должен быть. Постовое фасадо, пропуск служебные помещения, посторонних лиц. На дежурство вместе с пожарными выходит и техника. А это две единицы основной и одна единица резервной. Пожарные гордятся, что вся она произведена в России. Вот самый новый автомобиль у нас. Это автомобиль, который выполнен на базе шасси КАМАЗ. Способен доставлять к месту пожара огнетушащие средства, воды 3 куба, то есть проще говоря 3 тонны, и пенообразователя 170 литров. Также запас рукавов и пожарное техническое вооружение. Но это вот так вот вкратце. Второй автомобиль ЗИЛ-130 тоже надежен. Только воды в него вмещается меньше. Еще одна важная единица – автолестница. Сейчас мы с вами видим пожарную автолестницу. Данный автомобиль выполнен на базе шасси ЗИЛ-130. Значит, данная автолестница, она 30-метровая. То есть длина, на которую она двигается, составляет 30 метров. То есть эта автолестница достает до 9 этажа. Важный кабинет для всех пожарных – учебный класс. Здесь все как в школе. Уроки и домашние задания. Только вот предметы немного отличаются. Техника, тактика, подготовка и другие. И все со словом пожарное. Причем времени на самоподготовку уделяется больше. Каждый день огнеборец работает над собой. Это наш учебный класс, где занимается личный состав. Учимся, учимся. В пожарной охране существует такая вещь, как программа подготовки личного состава. На основании этого документа и строится в основном вся подготовка. Скажем так, это все как в школе. Их день расписан по минутам и часам. Но иногда остается время посмотреть новости по телевизору, поговорить по душам и обязательно покормить рыбок. Еще один важный кабинет – пункт связи отряда. Главный человек здесь диспетчер. В его подчинении две линии – 0-1 и телефон служебного обеспечения. Сейчас мы находимся на пункте связи отряда, куда стекаются все вызовы о пожарах. Ну не только о пожарах, а вообще по любому поводу. При поступлении вызова диспетчер уточняет все нюансы. Порой люди не понимают, почему так много вопросов, когда надо действовать. Все просто. Это помогает спасению жизни. Уточняем, казалось бы, такие мелочи, которые подчас раздражают заявители. Ну что именно, да? Казалось бы, такая элементарная вещь – имеется ли домофон? А это очень важно, потому что теряется время. Во время тревоги пожарные забывают обо всем, кроме работы. Они спешат спасти жизни людей. Все по местам. Водитель – газ. Не ехать, а лететь. Огнем уймем, он знает нас. Но дай нам Бог, чтобы в этот раз в нем не было детей. По нормативам на сборы пожарным дается всего одна минута. За это время им нужно спуститься в гараж, надеть специальную одежду и выехать. Досталась им опасная работа – борьба с огнем, стоящим на пути. И если в этом не уверен кто-то, пускай в огонь попробует войти. Каждый раз, выезжая на пожар, эти люди спешат на помощь тем, кто попал в беду. Не задумываясь о собственной жизни, может быть, завтра они спасут и вашу жизнь. Съемки программы проходят в бильярдном клубе «Ирония судьбы». Съемки программы проходят в бильярдном клубе «Ирония судьбы». Вова, а ты боишься чего-нибудь? Да, я боюсь темноты, а ты, а я, пауков. А вон паук! А вон темно. Блок боялся желтого цвета, наполеон кошек и белых лошадей. Хичкок – предметов овальной формы. Загадочные фобии пугают нас, взрослых и стрессоустойчивых, гораздо больше, чем подкроватный бабайка из далекого детства. Фобия – это тоже страх, но, скажем так, зафиксированный, оставивший очень глубокий отпечаток в психической жизни человека. То есть сам предмет страха, сам фактор, который вызвал страх, он уже давным-давно, может быть, и прошел, остался в прошлом. А ощущение опасности, оно остается. Избавляться нужно от любых фобий, даже тех, которые совершенно не нарушают привычный уклад жизни. Фобия создаёт постоянно повышенный фон нервного напряжения. Со временем становится только сильнее. Сильнее. Кроме того, фобией вполне можно заразиться. Стоит вам сочувственно проникнуться теми жуткими ощущениями, которые испытывает ваш друг-арахнофоб, как и ваши взаимоотношения с пауками заметно ухудшатся. Пройдёт ещё немного времени, и вы сможете наравне с другом делиться своими страхами. Как правило, мы боимся того, о чём умеем, весьма поверхностное представление. Узнайте больше об источнике своего страха, и страх автоматически начнёт сходить на нет. Говорить о том, что, например, у мужчин какие-то свои страхи, а у женщин свои страхи, можно только с точки зрения культурных факторов. Например, мужчинам не пристало, как говорится, бояться, испытывать чувство страха. Но это же не значит, что они не испытывают чувство страха, правильно? То есть женщинам позволительно показывать чувство страха, да? Мужчинам нет. Женщины всерьёз воспринимают всякий флирт. И хотя мужчины после первой же встречи спрашивают номер телефона, в большинстве случаев не звонят. Поэтому стоит познакомиться с объектом страсти поближе. Женщины очень серьёзно воспринимают партнёра, но не очень-то серьёзно саму себя. У мужчин на первом месте работа и карьера, а у женщины чувство. Нужно учиться у мужчин. Нередко из боязни одиночества женщина не может порвать с партнёром, хотя не раз собиралась это сделать. Однако самообман и плохие отношения гораздо хуже, чем одиночество. Перешедшая в привычку любовь и страсть заставляет многих искать отношения на стороне, вместо того, чтобы поговорить с партнёром и прийти к компромиссу. Нисходительное отношение к недостаткам партнёра. Он пьёт, он груб в обращении. Не стоит быть с ним из жалости. Это вредно и вам, и мужчине. Позволять мужчине себя использовать – это не путь к семейному счастью. Это путь к депрессии. Страх – табу для мужчины. Подавляющее большинство отрицает, что они его испытывают. Мужчины боятся потерять свой авторитет. Репутация в обществе, профессиональная квалификация и размер доходов чересчур их заботят. Мужчины боятся стать посмешищем и при этом верят любой самой неправдоподобной лесте. Мужчины опасаются оказаться в подчинённом положении, поскольку победа – их главная ценность, а конкуренция – основной жизненный принцип. Мужчин ужасает проявление собственной беспомощности, и они боятся оказаться ненужными. Мужчины боятся остаться одинокими, хотя они стараются не проявлять это внешне. Одиночество они воспринимают как страшную угрозу. Мужчины боятся обнаружить свою слабость. Она для них синоним женственности. Мужчины испытывают страх перед чувствами. Особенно они боятся сентиментальных поступков. Мужские слёзы им ненавистны, особенно собственные. Как только вы почувствуете приближение страха, сделайте всё для того, чтобы мысли приняли иное направление. Желательно, чтобы по интенсивности ощущений оно не уступало вашему страху. Вы можете ущипнуть себя, можете вспомнить о своей главной мечте или начать тревожиться по какому-либо отвлечённому поводу. Главное – испытать эмоции. Победа над страхом – задача трудная и требующая много времени. Победит свой страх тот, кто научится распознавать его и поймёт суть. ТВК за здоровый образ жизни. Сегодня мы затрагиваем такую серьёзную тему, как ВИЧ-инфекция. В средние века чума унесла миллионы жизней, но человечество её победило. А справимся ли мы с чумой 21 века? Зависит только от нас с вами. ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, вызывающий вирусные заболевания, ВИЧ-инфекцию, последняя стадия которой известна как синдром приобретённого иммунодефицита или СПИД. 21 век негласно называют веком новой чумы – СПИДа. По данным ООН от ВИЧ-инфекции, с 1981 по 2006 год умерло 25 миллионов человек. К началу 2007 года во всём мире было зарегистрировано уже 40 миллионов человек, которые являются носителями ВИЧ-инфекции. ВИЧ-инфекция – это проблема нашего 21 века. И обороты в течение 2008 года набирают очень-очень быстро. Надо бы сказать, что в прошлом году, за 2008 год, число ВИЧ-инфицированных, регистрация ВИЧ-инфицированных возросла в три раза по сравнению с 2007 годом. Вирус иммунодефицита человека был открыт в 1983 году. Чуть позже для обозначения новой болезни был предложен термин СПИД. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция встречается у чащих мужчин-наркоманов. Однако женщины тоже не исключение. Средний возраст – в основном это молодые люди, люди репродуктивного возраста от 18 до 40 лет. Преобладает возраст такой максимальный – это 20-30 лет. Преобладают мужчины. У нас из тех, кто состоит на учете, 61 мужчина, это тот, который уже обследовались, которых мы взяли на учет, и 17 женщин. Это вот те, которые уже все, диагноз поставили. Я сняла наушники, слушала ветер В открытые двери, пустой маршрутки Ветер рассказал мне о страшном секрете У нам остаются последние сутки Инкубационный период заболевания – от трех недель до полутора месяцев. И хотя многие уверены, распознать симптомы ВИЧ-инфекции самостоятельно невозможно, врачи настаивают на обратном. Заболел человек, да? Он этого не ощущает. Хотя вот такие признаки есть. Увеличенные лимфоузлы. И они увеличены не просто вот их нужно потрогать, да? А вот рассматривая себя в зеркало, увеличенные лимфоузлы на шее можно увидеть. Прямо гроздью этих лимфоузлов. У нас, в общем-то, случаи выявления клинические ВИЧ-инфекции были и продолжают встречаться. Период от инфицирования вирусом иммунодефицита человека до развития СПИДа длится в среднем от 9 до 11 лет. Чаще всего заболеванием такого рода подвержены люди, употребляющие наркотики, и людям, предпочитающие незащищенный секс с разными партнерами. Преобладают путь инфицирования – это внутривенное ведение наркотических веществ. И хотим мы этого, не хотим, но продолжается использование повторно шприцев. То есть попользовался один, начинает пользоваться и другой. Эти люди, они живут в обществе. И контакты тесные с другими людьми, конечно, тут никуда не денутся. Они есть и идет инфицирование женщин. В большинстве случаев человек сам становится виновником такого заболевания. Но на сегодняшний день врачи констатируют и более печальные случаи заражения. У нас появился, к сожалению, в 2008 году уже так называемый вертикальный путь передачи инфекции. Когда инфицирование идет от матери к ребенку, когда ВИЧ-инфицированная женщина рожает, вот у нас два ребенка находятся в состоянии подтверждения. И когда инфицирование происходит, мама кормит ребенка грудью, не зная, что она ВИЧ-инфицированная, и уже инфицирует ребенка. Вот два вертикальных так называемых пути передачи. В 1995 году было зарегистрировано порядка тысячи инфицированных. Через 6 лет эта цифра возросла в тысячи раз. На конец прошлого года ВИЧ-инфицированных уже почти полмиллиона. Но даже при такой удручающей статистике врачи отмечают, главное не сдаваться, ведь в случае заражения можно поддерживать организм и прожить долгую жизнь. Этим людям рекомендуется и все желающие госпитализируются в областной центр по борьбе со СПИДом, где происходит дообследование то, которое в наших условиях мы провести не можем. Вирусная нагрузка всем жителям города Берской и области, которые имеют страховой полис, делается сейчас бесплатно. Важно иметь только все документы. На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации существует отдельная статья. 122. За заражение другого человека ВИЧ-инфекцией. Но ни один закон не способен вернуть человеку здоровье и жизнь. Поэтому стоит внимательнее относиться с кем и чем ты занимаешься. Уважаемые телезрители, мужчины, поздравляем всех с 23 февраля. И нас всех естественно мучает один и тот же вопрос. Что же? Что же подарить девушке-то на 8 марта? Дима, вот ты что будешь дарить своей девушке на 8 марта? Ну, я не знаю. Не, ну ты себя поставь на ее место. Вот что бы ты хотел? А, себя поставить на ее место? Ну, конечно. Ну, во-первых, молоток. Во-вторых, дрель. А в-третьих, офигительный набор мормышек. А пока девушки узнают, что такое мормышки, парни посмотрят сюжет о том, как еще можно сделать девушке приятно. Светлый праздник 8 марта. В этот день каждая девочка, девушка, женщина хочет почувствовать себя королевой. А что делать, если принц спит, а разбудить его так же легко, как забраться на самую высокую гору. Но семейные заботы и хлопоты даже в этот день остаются превыше всего. День вчерашний. Здравствуй, новый светлый день. Иногда во сне сбываются самые заветные мечты. И вот одна из них. Вспомнив, что сегодня 8 марта, наш Джеймс Бонд решил подарить своей единственной, самый незабываемый день в году. Встав пораньше, он занялся тем, что обычно не привлекало его внимание. Первым делом – влажная уборка. Создайте в квартире атмосферу легкости, а значит, никакой пыли. Шаг 2. Соберите вещи, которые днем раньше, непонятным образом, оказались не на своих местах. Аккуратно сложите их, и ваша дама сердца уж точно скажет вам спасибо. Далее идем на кухню и смотрим. Первое, что вам не понравилось, начинаем исправлять. Нашему принцу повезло, он просто помыл посуду. Самое важное – суматохи домашних дел не забудьте о подарках. Они сделают этот день еще более радостным и удивят вашу девушку. И уж точно поднимут ей настроение. Не будем останавливаться на банальном. Далее решайте сами, что вы будете делать. Последний этап – романтический ужин. Если кризис застал вас врасплох, сделайте все просто и со вкусом. Ну что ж, похоже, нашей даме сердца такой сюрприз пришелся по душе. А вы решайте, как вы удивите вашу девушку. Но помните, у вас на это не так уж много времени. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Мы вместе знакомим вас с интересными людьми и их уникальными занятиями. Эти люди ценят настоящую дружбу. Они умные, добрые и отзывчивые ребята. Они не курят. И на вопрос «Ты боксер?» они уверенно отвечают «Да». Все слухи о боксерах мы нокаутировали. Навык драться кулаками появляется у людей с рождения. Еще будучи детьми, мальчишки дерутся, пытаясь проявить силу и ловкость. Ранние свидетельства подобных состязаний запечатлены на шумерских и египетских рельефах. Древние греки сделали первые записи, в которых бокс рассматривается как вид спорта. Они установили ряд правил и начали организовывать турниры с участием профессионалов. По-настоящему бокс стал спортивным единоборством в 688 году до нашей эры, когда кулачные бои были впервые включены в программу античных олимпийских игр. Современный бокс зародился в Англии в начале 18 века. Его основателем и первым официально признанным чемпионом историки называют Джеймса Фига. На сегодняшний день существует два основных стиля боксирования. Аутфайфер – боец данного стиля, пытается сохранить дистанцию с соперником. Он использует быстрые и длинные удары, чаще всего джебы. И панчер – стремится вести бой на близкой дистанции. И сочетая технику и силу, он стремится нокаутировать соперника серией, а иногда даже одним ударом. Также в боксе выделяют следующие основные виды ударов. Прямые удары – джеб и кросс. Боковые удары – хук и сфинг. И удары снизу – апперкот. Зачастую боксеров называют стальными машинами, умеющими только махать кулаками. Но, как говорит тренер по боксу Евгений Рользин, мальчишки приходят в этот вид спорта и учатся прежде всего быть настоящими мужчинами. Нормальный боксер, нормальные мальчишки. Они сами по себе не добрые люди. Зачем ему махать кулаками на стороне, он тут намажется, он спокойно идет домой. К девушке, к семье, к маме, к папе. Ему как бы ничего не надо. Они здесь закаляются, они, во-первых, дорожат дружно. Боксеры, они дружные на самом деле. Боксеры, они дружны. Боксеры, они дружные на самом деле. Боксер, они дружны. Боксеры, они дружны. на заветные минуты до победного гонга, необходимые ежедневные тренировки. И самое главное, внутренняя уверенность в том, что ты делаешь. Почему мы набираем с маленького возраста? Чтобы они уже, допустим, к молодежи, к мужикам, они уже на самом деле имели что-то в голове. Имели именно в плане того, как сделать так, чтобы я мог обыграть противника. Вот именно обыграть, не перебить. Он мне 50 ударов, а я ему 60 ударов, я лучше. Нет. А вот именно он мне бьет, чтобы я ушел от этих ударов. Вы сейчас были же на тренировке, да? Такие простые упражнения, а они на самом деле заставляют мальчика думать, как избежать вот этого, обмануть, попасть, например, там раз-раз. То есть все идет у нас от защиты, а защита – это, я считаю, мозги. И хотя многие уверенно говорят, бокс – жестокий спорт, те, кто выходят на ринг, соблюдают правила. Боксерам запрещается наносить удары ниже пояса, держать друг друга, толкаться и кусаться. Также нельзя бить ногой, рукой, коленом и любой другой частью руки, кроме сжатого кулака. И вместо кровавой драки получается спорт настоящих мужчин. Бокс прошел сложный путь от примитивного кулачного боя, самобытного единоборства до современных правил, сформировавших его как вид спорта. И такие известные боксеры, как братья Владимир и Виталий Кличко, Мухаммед Али, Ленокс, Льюис стали для многих кумирами. Поэтому начинающим боксерам всегда есть на кого равняться и с кого брать пример. Съемки программы проходят в бильярдном клубе «Ирония судьбы». Сегодня мы узнали, что для того, чтобы стать хорошим пожарным, нужно быть не только смелым и сильным, но и уметь кормить рыбок. Что спит, не спит. Что не нужно бояться страхов. А боксеры очень добрые ребята. И это была лучшая молодежная программа. Увидимся в следующем месяце. И помните, что мы разные, но мы все-таки вместе. Съемки программы проходят в бильярдном клубе «Ирония судьбы». Да нормально. Обнимитесь. И поцелуйтесь. Что ты делаешь? У меня уже грудь. Вон, невкусная какая. Вова. А ты боишься чего? Субтитры сделал DimaTorzok